Уход от содержания углефаров дело не особо сложное, пожалуй самое важное это качественная жизнь этих милых созданий. Именно поэтому нужно подобрать правильный террариум, учитывать температурный режим и оформление. Однако комфортная и качественная жизнь невозможна без крепкого здоровья. Крепкое здоровье невозможно без правильного питания, именно поэтому в этом видео Оджи Хикари будет есть, есть и еще раз есть. А я расскажу о том, что он ест. Полетели! Сразу хочу отметить важный момент. Понятие «правильное питание углефара» это не золотой стандарт, а всего лишь ориентир. Дело в том, что правильность питания зависит от возраста, веса, общего состояния углефара, пола, времени зимовки, спаривания, откладки яиц. Также стоит учесть, что углефары как дети любят то, что повкуснее, так сказать конфетки, которые давать можно, но в ограниченном количестве. У них своя особая диета, на которую необходимо ориентироваться. В противном случае вероятны проблемы. Они бывают разные, но в качестве самых легко достижимых давайте коротко разберем ожирение. Ожирение самок влияет на продуктивность. Самцы не хотят самок. При ожирении у эублефаров часто встречаются проблемы с печенью и пищеварением. Когда речь заходит о эублефарах, их называют насекомоядными. Однако в живой природе они едят не только насекомых, а все, что мелкое и движется. То есть помимо насекомых могут употреблять мелких ящериц, галышей, новорожденных грызунов и прочих. В домашних условиях эублефаров обычно кормят живыми кормами. Замороженными, консервированными. Я пробовал давать еще и сушеный корм. Корма принято называть кормовыми объектами. Ну что ж, давайте посмотрим как ест и что ест отжихикари. Коротко разберем основные моменты в кормлении и уходе за живым кормом. И начнем с самого распространенного. Сверчок. Сверчок считается не просто распространенным, а основным кормом для эублефаров. Он идеально сбалансирован и соответствует всем основным потребностям для желудочно-кишечного тракта. На сверчках, если конечно не закармливать, очень сложно заработать ожирение. Более того, многие заводчики предпочитают кормить сверчком вплоть до отказа, пока его сам перестанет его есть. Почему бы и нет, ведь он не жирный и кушая сверчка, нет причины переживать за его здоровье. Важным плюсом является и тот факт, что при необходимости его можно заморозить. Ну например, когда вы купили его с лихвой. В продаже часто встречаются сверчки банановые, двупятнистые и так называемые домовые. Как правило, продаются поштучно, легко купить в любое время года и почти в каждом, даже небольшом городе нашей страны. У такого корма есть и несколько минусов. Когда я впервые принес живых сверчков домой, мои домочадцы были, мягко говоря, в шоке. Сверчки настоящие музыканты и музыка разносится по всей комнате. Когда ты не слышишь днем, это одно, но ночью это совсем другое. Отмечу, что к этой музыке довольно быстро привыкаешь и когда сверчка не остается, чего-то не хватает. Мелодии сверчков имеют определенную чистоту, приятную для нашего уха. В итоге издаваемые сверчками звуки или своего рода звуки природы становятся колыбельной песней, без которой сложно уснуть. Учтите, что сверчки довольно-таки нежные создания. За ними требуется уход. Перед тем, как покупать сверчка, изучите, какие им необходимы условия содержания, как и чем кормить. Мой первый опыт содержания сверчка был плачевный и я достаточно быстро их погубил. Сейчас я покупаю для отжихикари по 20 сверчков. Они у меня содержатся в 5-литровом аквариуме, в котором есть салфетки и картон. Отдельно стоит пластиковый лоток. В него насыпаю корм и ставлю крышку. От пластиковой бутылки с губкой ее наполняю водой. Более подробно о содержании сверчка расскажу в другом видео. Продолжение следует... Мучной червь это мелкое, но вкусное лакомство для ублефаров. Почему я назвал лакомством, а не кормом? Все очень просто. Многие специалисты не рекомендуют давать его на постоянной основе, так как может вызывать ожирение и заболевание печени при частом кормлении. Думаю, вы согласитесь с тем, что многие дети любят фастфуд, и мы ведь вводим своих детей в такие места, где они устраивают праздник живота, зная, чем это грозит. Лакомство для ублефаров очень схоже с фастфудами, и мучной червь не единственное такое лакомство. Кстати, отмечу, что такая пища вызывает у ублефаров привыкание. Мучной червь очень питательный и часто используется для самок в период размножения, когда они очень много затрачивают ресурсов своего организма. В отличие от сверчка, мучного червя не продают поштучно. Его продают столовыми ложками. В содержании простое. Я держу мучного червя в опилках в пластиковом контейнере. В качестве корма использую овощи. Вот же есть мучного червя с огромным аппетитом. Продолжение следует... Еще одно популярное, любимое лакомство ублефаров – это зафобос. Так же, как и мучной червь, считается калорийным, легко приводит к ожирению и привыканию. Но многие ублефары без ума от зафобоса, глядя на то, с каким аппетитом они его едят, порой хочется попробовать самому. Продают его поштучно и порадовать своего любимца в праздничный денек таким лакомством одно удовольствие. Причем содержать его просто – опилки да овощи. Есть один важный нюанс. Зафобос довольно-таки крупный и имеет мощные челюсти. Я с таким не сталкивался, но поговаривают, что ублефары, проглотив целиком зафобоса, могут пострадать. Так как благодаря своей челюсти зафобос может повредить внутренние органы. Именно поэтому, перед тем, как дать зафобос от Жихикари, я пинцетом сдавливаю голову этому кормовому объекту. Продолжение следует... Оджи не брезгует замороженным кормом. Вообще, стоит сказать, что замороженный корм – это очень удобно. Кормить не надо, чистить за ним не надо, нет запаха, да и места много не занимает. Закинул в морозилку и забыл. Можно замораживать самому, можно покупать замороженный корм. В общем, сплошные плюсы. Но есть одно но. При кормлении таким кормом, судя по своему ублюфару, Оджи съедает в два раза больше. То есть, к примеру, не пять сверчков, а десять. В качестве замороженного корма обычно дают сверчков и тараканов. Кстати говоря, тараканы считаются нежирным кормом и подходят в качестве основного рациона. Живой не покупаю, опасаясь побега. Это довольно-таки живучие существа, и если сбегут, будут размножаться в квартире. К тому же, они имеют специфический запах. Кормлю следующим образом. Достаю из морозилки, выкладываю нужное количество. Минут десять-пятнадцать он у меня размораживается при комнатной температуре. После чего, закидываю его в смесь с витаминами и кальцием с Д3. Ну, а потом предлагаю своему малышу. Оджи не отказывается и ест с аппетитом. Есть один минус, на который хочу обратить ваше внимание. Не покупайте замороженных насекомых у непроверенного пасовщика или в малознакомом магазине. Дело в том, что понять, насколько хороши замороженные насекомые, не получится. Не поймете, что они ели перед тем, как были заморожены. Ели ли они вообще, или от них осталась только оболочка. Нерадивые продавцы легко могут заморозить погибших своей смертью насекомых. Такая заморозка ни к чему хорошему не приведет. В качестве эксперимента пробовал давать сухих насекомых. Такого добра сейчас много и есть почти в каждом более-менее приличном зоомагазине. Конечно, это не кормоболовство, но Оджи съел и сушку. Отдельно скажу про консервированный корма. Сейчас легко можно купить консервированный корм через интернет или в зоомагазине. Очень удобно, на самом деле. Продаются почти все популярные виды кормовых объектов. И даже сразу несколько видов в одной консерве. Для разнообразия рациона. Оджи прекрасно ест консервированный корм. Есть один важный нюанс. Открытая банка должна храниться в холодильнике не более 7 дней. Соответственно, если у вас один эублефарчик, вам не хватит времени опустошить баночку. Большая часть уходит в мусорку. Обязательно эублефарам необходимо давать витамины. Кальций Д3. А в самом террариуме всегда должен находиться просто кальций. Это важно для здоровья и долголетия. Не забывайте про свежую воду. И ваш эублефар всегда будет доволен. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...